Для нескольких сотен бобручан этот День независимости станет незабываемым праздником. В микрорайоне Западный спустя шесть месяцев после начала строительства открыли общежитие семейного типа. С новосельем счастливых обладателей нового жилища поздравили первые лица города. Говоря сегодня об этом объекте, я должен сказать славу благодарности строителям, которые приложили максимальные усилия и в короткие сроки построили этот объект. Очень важно, что для этой зоны, для широко развивающейся здесь инфраструктуры, мы понимаем, как хорошо он вписался в архитектуру микрорайона Запада. Десятиэтажное здание на пересечении улиц Гоголя и 50 лет ВЛКСМ общежитие можно назвать лишь условно. Ведь здесь 77 полноценных и уютных квартир, одно и двухкомнатных, в каждой собственные кухни с электроплитами и современные санузлы. На уровне Могилёв Энерго принято решение для того, чтобы снять вот эту проблему жилья для молодых семей, для того, чтобы дать возможность себе расширять ширь, и чтобы у них получились лучшие условия построить вот это общежитие. Дом по заказу Могилёв Энерго в рекордно короткие сроки построил завод КПД – общежитие для работников энергетической отрасли города. Здесь будут жить семьи рабочих и специалистов, электро- и теплосетей, сотрудники ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. «Предприятие наше построило новое благоустроенное общежитие, которое мы получили по очереди свою счастливую, так надеюсь, квартиру. К тому же мы ждём пополнения, и как нельзя кстати, эта вторая комната нам очень нужна, так как первый ребёнок уже подрос, ну а для второго будет отдельная комната». Счастливым новосёлам вручили ключи от заветных квартир, а после перерезали красную ленту. Одни из счастливчиков – молодая пара Протченко. Супруги с маленьким сыном осматривают квадратный метр своей однушки и уже намечают, где расставят мебель. Этого момента признаются, они ждали два года. «Конечно, мы довольны. Это же всё-таки жили мы на съёмном жилье, поэтому для нас это очень значимое событие, что нам дали уже своё жильё. Условия вообще замечательные. Как видите, квартира полностью с отделкой, рядом школы, детские сады, магазин под боком, транспорт общественный уже очень хорошо ходит». Кстати, кроме удобной инфраструктуры, в новом доме множество плюсов. Просторный лифт, подъёмник для инвалидов и колясочная. А во дворе – игровая площадка и многоместная парковка. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.